На референдум по Конституции Беларуси аккредитованы свыше 100 международных наблюдателей. Национальных уже одобрено более 39 тысяч. Прорабатывается также вопрос приглашения порядка 30 человек из стран ЕС. Досрочное голосование, напомним, пройдет с 22 по 26 число. Основной день – 27 февраля. Сельхозорганизации Беларуси готовятся к предстоящему агросезону. Один из акцентов в 2022-м сделают на кукурузе. Культура хорошо переносит как заморозки, так и засуху. Прошлогодний намолот, а это 1 540 000 тонн зерна, планируют увеличить на 20%. В пятницу стартуют продажи билетов на славянский базар. Их можно приобрести и в кассах Витебска, а в интернете с 21 февраля. Также до 18 июля действует акционное предложение. Юрлица получат скидку в 15% при приобретении более 150 квитков. Сам форум пройдет с 13 по 18 июля. В Могилевской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за ветра. Порывы достигнут 20 метров в секунду. Синоптики обещают дождь и мокрый снег. Местами – слабый гололед. На дорогах гололедится. Температура воздуха от минус 2 до плюс 8. МЧС рекомендует обходить шаткие строения и по возможности не выходить из дома. Накануне в Бобруйске на пожаре спасли человека. Горела квартира на Ланьково. По номеру 112 позвонили соседи. Сотрудники МЧС вскрыли дверь и вынесли мужчину на свежий воздух. Он госпитализирован. Эвакуация жильцов не проводилась. Предварительная причина ЧП – непотушенная сигарета. Продолжение следует...